в этой части речь пойдет про то как работает коммутатор как работает мультизатор в чем отличие в чем у них есть что-то общее поговорим об этих устройствах ну и собственно на историю вы знаете да то есть в свое время были изобретены хабы зачем они были изобретены кто знает почему человечество решил изобрести хаб что-то глуха вообще знаем вообще не встречались хабами жизни вообще редкая вещь конечно сегодняшний день а с как сиалом ходу знаком что так понятно ну в общем-то ethernet эта технология предполагающий множественный доступ множественный доступ некой среде вот первые сети ethernet были реализованы с использованием толстого как сиала потом тонкий как сел все это некая общая шина которые присоединялись с помощью так называемых тег коннекторов рабочей станции и сигнал когда с рабочей станции уходил из любого сетевого устройства в общем то по этой общей шине распространялся все это слышали такая шарит среда была минусом использование как сиала было то что любой разрыв в любом месте приводил к тому что вся сеть ложилась но связано это было с тем что сигнал который ушел в линии он должен где-то затухнуть он не может там бесконечно путешествовать да поэтому на концах как сиала были так называем терминаторы типа глушилки такие да там резисторы так вот существенная проблема в том что разрыв в любом месте приводит к тому что все распадалось сосед не могла работать поэтому последствия был придуман механизм звезды дань от общей шине от общей шины физической перешли к звезде физическое аналогически по-прежнему это общая шина на всем шарит среда так вот тогда и возникла необходимость устройстве под названием хаб которому там мы присоединяемся но уже скорее всего там с помощью витой пары хотя как сиалом тоже можно было к хабам присоединиться и задача хаба была просто реплицировать фреймы то есть он принимал фрейм и во все свои порты его повторял то есть это было устройство может быть первого уровня это был просто усилитель сигнала так вот она была там выполняла свою функцию до усиливала сигнал позволяла нескольким устройством работать одновременно реализовывал процессом логические общей шины физические звезды и сбой любого луча не приводил к потере вообще связи во всей сети это здорово но с ростом количество устройств все всех слышали это приводило к тому что полезная пропускная способность снижалась и тогда люди придумали бриджи что такое бриджи знаете но это там мост да там грубо говоря фактически это было изначально двух портов и устройство но уже с интеллектом это устройство ставилось между двумя хабами например и задача это устройство было следующая при приходе ethernet фрейма понимать за каким из этих двух портов какие майки скрываются если мы знаем что с левой стороны у меня маг 1 2 3 и вдруг приходят фрейм направляющиеся слева на 3 то мне не нужно в другой сегмент его отправлять в этом же сегменте находится фактически включался фильтринг то есть фильтрация на основе обычной информации последствия эти бриджи стали свечами то есть бридж имел два порта свечи имеют несколько портов ну или мульти портовыми бриджами стали называть все тоже интеллектуальные устройства второго уровня интеллект у них в чем в том что они анализируют фрейм второго уровня анализирует каким образом кто знает как работает коммутатор когда вы включаете в сеть в розетку включили коммутатор у него память чистая ничего не знает ни про кого дальше каждый раз когда приходит какой-то фрейм второго уровня что он делает он первого-наперво анализирует source mac и запоминает что за этим портом живет вот такой mac mac знаете дальше только 48 бит это адресация в зернете вернет фрейм после этого для полученного фрейма смотрит на destination mac и пытается понять в какой исходящий порт вообще это нужно отправить смотрит он на свою таблицу коммутации если там записи нет он вынужден отправить во все порты кроме того откуда получил откуда получил назад возвращать смысла нет все кому надо было там его уже услышали соответственно вот таким образом происходит обучение коммутатора во время прихода фреймов и происходит формирование таблицы коммутации в которой прописано что за таким портом такой-то маг с таким портом такой-то маг когда коммутатор еще не обучился как я уже сказал если destination mac неизвестен он во все порты направляет информацию это так называемое действие флудинг а но он уникас флудинг если знает куда отправлять 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 только в этот порт таким образом остальные порты не задействуются и полезная профессиональная способность нас увеличивается до этого коммутатор соответственно механизм и ленинг обучение на основе source mac адресов forwarding на основе destination mac адресов известных данному коммутатору флудинг для тех mac адресов которые мы не знаем это все те функции которыми занимается наш мульти портовый бридж или коммутатор коммутатор второго уровня анализируют заголовки второго уровня если говорить о муштизаторе то муштизатор производит более интеллектуальные функции момент прихода фрейма в destination mac адресе муштизатор должен обнаружить свой мак адрес собственно мы с вами говорили в самом начале лекции о том что на сегодняшний день границы между коммутатор и муштаторами стирается я говорю что появились так называемые multi-layer свечи то есть коммутаторы которые могут одновременно и по l2 коммутируйте по l3 как этому устройству вообще понять что ему делать ему коммутировать или муштизировать где эта грань чем ему заниматься очень просто вы наверняка разбирали собственно чем что в процессе переход передачи пакета через муштизаторы у вас заголовки второго уровня на каждом участке меняются айпи вообще говоря не меняется то есть destination ip у вас как зародился так и до пункта значения фактически не изменен source routing не берем во внимание а вот l2 заголовки они на каждом участке между двумя муштаторами меняются в source mac будет тот откуда мы отправляем destination майки тот куда то следующий hop by hop так вот когда мы имеем дело с multi-layer свечом и он принимает какой-то фрейм он смотрит в destination майки на втором уровне его mac адрес или не его если не его значит его пытается использовать как коммутаторы он работает по той схеме о которой я говорил а он ищет по destination mac адресу куда дальше отправить отправляет если нет во все порты расправляет а вот если destination майки в пришедшем фрейм он видит свой mac значит это повод для него поднять на уровень выше то есть со второго на третий убрать или два заголовок посмотреть на или три заголовок и найти там уже в айпи заголовки destination ip опять же если это его ip значит нужно поднимать еще выше но уровень tcp и udp может быть это там не знать талнет к нему или там обращение конкретно к центральным процессору это устройство а если же destination ip не его то он тогда должен уже по своей таблице муштизации посмотреть в какой исходящий интерфейс этот фрейм отправить то есть по сути вот работа уже муштизатора перед вами пришли данные заголовком и первым образом первым делом мы считаем что это муштизатор мы на основе анализа или два заголовка поняли что нам нужно муштизировать начинаем анализировать айпи заголовок по нашей таблице муштизации находим куда это должно быть отправлено находим исходящий интерфейс дальше занимаемся апдейтом заголовка что делают муштизаторы с айпи заголовками может говорить что дистанция пи вроде не меняет а чё ему делать совершенно верно то есть в айпи мире есть опасность что пакеты начнут ходить кругами чтобы этого избежать эти круги не были бесконечными есть поле time to live который постоянно на единичку уменьшается каждый раз когда через следующий муштизатор мы проходим если вдруг возникла петля и поле time to live в результате уменьшится до нуля это под пакет выкинуть окей time to live уменьшили но тут другая проблема есть понятие контрольной суммы заголовки соответственно у нас уже один одной из полей заголовка изменилась татейл изменился на контрольную сумму пересчитывать дальше занялись пересчетом контрольной суммы обнаружили ну теперь уже распознали исходящий интерфейс теперь пора формировать заголовок второго уровня новый теперь в сорс мог подставим свой mac destination mac mac следующего муштизатора на который мы должны это отправить дальше сформировали этот заголовок и отправили в очередь на отправку на соответствующий исходящий интерфейс ну понятное дело что многие эти процессы на сегодняшний день уже там реализованы в железе поэтому там пересчет контрольной суммы по большому счету уже автоматизирован работает достаточно быстро но тем не менее я уже упоминал что общество на сегодняшний день согласилась с тем что контрольная сумма на третьем уровне это избыточный есть контрольной суммы второму уровню есть контрольна со уровнем bare сумма на 4 в тс пи давайте использовать их потому что контрольная сумма на третьем уровне это большой геморрой для всех промежуточных муштизатор А вот это все равно какая-то проверка целостности, проверка данных? Есть ответы, может быть, не знаю. Нет. Если бы он еще и там или туда лез. Представьте коммутаторы, которые работают в интернет, где на сегодняшний день 100-гигабитными интерфейсами уже никого не удивишь. И вот на этой скорости нужно каждый пакет уменьшить, time to live, еще и контрольную сумму пересчитать. Вот в IPv6, поскольку этот протокол формировался уже с пониманием тех проблем, которые есть в мире IPv4, контрольную сумму из заголовка выкинули. Соответственно, полагаемся либо на L2, либо уже потом на L4, если там каким-то причинам добежал битый пакет. Ну, соответственно, дальше пакет уезжает. Ну, перед вами, не знаю, муштизатор-коммутатор пакетный, который работает. Ну, следующим образом, у нас есть входящий, есть входящий интерфейс. На самом деле, понятно, что все они работают в обе стороны, смотря с какой стороны смотреть. Будем считать, что трафик в данном конкретном случае у нас слева направо движется. Ну, и приходят фреймы, мы видим, что по цветам синий пакет нужно будет отправить сюда, красный нужно будет отправить сюда. Ну, примерно вот так это будет происходить. Поскольку два пакета одновременно мы отправить не можем, значит, как мы уже с вами обсуждали, один из пакетов у нас ляжет в очередь. Ну, потом из этого буфера будет отправлен. Ну, про то, как работает Ethernet-коммутатор, мы сейчас с вами уже проговорили. И проговорили, что L2-коммутатор принимает решение на основе Destination Mag, а Source Mag используют для наполнения таблицы коммутации. Отдельная тема – это Multicast и Broadcast Traffic. Знаете, что такое Broadcast? Знаете, понятие Unicast, Multicast, Broadcast. Слышали такие слова? В чем отличие? То есть Broadcast – это что? Broadcast – это всем, да, это широковещательный пакет. Совершенно верно. Примеры, где используются Broadcast, ты знаете? Ну, DishCP, совершенно верно. Когда вы включаетесь, и у вас нет адреса, вы широковещательно это распространяете. Арб-запрос тоже, да. Unicast, понятно, это когда вы кому-то конкретно направляете Multicast. Что такое? Это групповое вещание. Возможно, у вас будет еще там, ну, очевидно это будет в лекциях. То есть, когда вы направляете трафик в группе. Вот вещание видеопотоков наверняка у вас дома, у кого-то, может быть, есть цифровой телевидение. Когда вы на своем там сет-топ-боксе с помощью пульта выбираете какой-то там канал, нажимаете там, окей, хотите его посмотреть, что происходит. У вас что-то коробочка направляет соответствующий запрос на сервер, при этом за каждым каналом закреплена соответствующая группа, Multicast группа IP-адресов, и Multicast IP-адресам соответствует Multicast MAC-адреса. И идет запрос, и сервер начинает по этому адресу к вам тоже направляться информация. То есть, ваше устройство начинает это групповое вещание там забирать и дальше вам на экране показывать. А знаете, что есть еще Anycast? Так уж, для развития. Ну, совершенно верно, да. Это способ, который позволяет вам иметь в сети несколько одинаковых Unicast адресов. Это позволяет с использованием протоколов муштизации распространить эту информацию, и вы добираетесь, обращаясь к одному и тому же IP-адресу, к ближайшему к вам. Знаете пример, который использует Anycast? DNS. DNS знают все. То есть, DNS работает с использованием Anycast. То есть, реально в DNS рут записи, там порядка 13, по-моему, если могу ошибиться, серверов, потому что больше просто в кэш не влазит, но их совсем не 13 в мире. Ну, и есть в том числе в России. Когда санкции начинились, в том числе начали там сильно морочить голову на предмет того, чтобы DNS зарезервировать в России, чтобы там в случае падения, в случае блокировки от внешнего мира у нас интернет не накрылся. Ну, то есть, Anycast тоже есть, имейте это в виду, и они используются достаточно активно, например, в рамках DNS. Окей. Соответственно, про коммутатор поговорили, про муштизатор тоже же, собственно, поговорили. Поговорили про Time-to-Leave, про то, что если Time-to-Leave уменьшится до нуля, нам нужно пакет будет сбросить, что при уменьшении Time-to-Leave нам нужно контрольную сумму пересчитать. Но, в общем-то, и там, и там прослеживается некая общая составляющая. Пришел фрейм, на основе заголовка, в одном случае L2, в другом случае L3, мы определяем исходящий интерфейс и отправляем, собственно, пакет в исходящий интерфейс. Поэтому базовые операции, одни и те же, можно сказать, и у коммутаторов, и у муштизаторов, просто они работают с разными заголовками. То есть мы сначала анализируем по таблице, куда отправить, и потом, собственно, передаем на исходящий порт. Каким образом реализуется вот этот поиск по таблицам? Ну, как вы уже теперь знаете, коммутаторы работают со заголовками второго уровня, то есть с маками. Ну, а вернее, просто с destination маками. Так вот, destination мак — это всегда 48 бит, ни больше, ни меньше. И коммутаторы всегда работают на полном соответствии. Вот такой мак за таким портом, такой мак за таким портом. Нет там групповых каких-то адресов в понимании классического Ethernet. Поэтому для поиска по такой таблице вполне адекватным считается использование хэш-алгоритма. То есть мы натравливаем на destination мак некую хэш-функцию, хэш-функция указывает нам на ячейку памяти, в этой ячейке памяти у нас лежит исходящий интерфейс, то есть тот, который мы должны использовать. Так это и работает. Чуть сложнее с IP-адресами. Как вы знаете, destination IP, он, конечно же, 32 бита, он тоже всегда в пакете ровно 32 бита, но хранить в таблице муштизации все IP-адреса всего интернета, ну, сами понимаете, нереально. То есть с L2 почему такие вещи прокатывают? Потому что мы работаем в неком сегменте локальной сети. На самом деле и с этим тоже сейчас проблема. Например, в центрах обработки данных, где огромное количество серверов должны в одной сети работать, там один из важных критериев для производителя оборудования является количество MAC-адресов, которые они могут хранить. Ну и на сегодняшний день там есть примеры, которые сотни тысяч, ну там 100-200 тысяч MAC-адресов, такие серьезные железки, могут вполне хранить. Но иногда нужно больше. А вот с IP-адресами их однозначно больше. Я уже говорил, что это 50 тысяч маршрутов, а если мы до хостов доберемся, это будут миллиарды. И хранить их все в таблице и с помощью хэша пытаться искать подходящие не получится. Поэтому поиск по таблице муштизации осуществляется с использованием, как я говорю, другого алгоритма, другого подхода. Представьте, что у вас в таблице муштизации могут быть следующие записи. Для сеточки 10-0-0-0 с маской 24 нужно использовать Fast Ethernet 0.0 для отправки. Для сеточки 10-0-0-0 с маской 16, Fast Ethernet 0.1. А для 10-0-0-0 с маской 8, Fast Ethernet 0.2. То есть это вполне реальная таблица муштизации, с которой можно встретиться. И как вы думаете, когда приходит пакет по адресу 10-0-0-1, куда его отправлять в системе? То есть что такое маска? Имеете представление? Не очень, да? Что такое маска, не знаем. То есть формат IP-адреса представляете? То есть 4 байта. Но вообще говоря, адреса имеют, можно сказать, двухуровневую иерархию. То есть есть понятие адреса сети, есть понятие хоста. Вот отличие сети – это как раз определение маски. То есть маска определяет, какое количество значимых бит вот здесь мы должны проверить в пришедшем destination IP, чтобы понять, куда отправить пакет. То есть вот в первой записи в этой таблице маршрутизации она гласит, в Fast Ethernet 0.0 нужно отправлять все пакеты, у которых первые 24 бита выглядят вот так же. То есть первые 3 байта – 10.0.0. Ну, это просто интерфейс. То есть вот он туда. Ну, за ним там скрывается впоследствии его Mac, и это тот source Mac, который мы будем использовать для отправки и так далее. Пока это разный просто интерфейс. Но для пришедшего пакета по адресу 10.0.0.1 критически важно понять, куда ему отправиться. И вот здесь работает алгоритм под названием longest prefix match, то есть алгоритм по наибольшему совпадению. Работает он следующим образом. То есть мы считаем, что все наши записи в таблице маршрутизации отсортированы таким образом, что с наибольшей маской у нас маршруты находятся вверху, ну и дальше маски по значению меньше, меньше, меньше. Что такое маска теперь понятно, да? То есть это количество значимых бит, которые мы проверяем в пришедшем пакете. Ну, давайте по-другому. По сути, адрес сети — это адрес, который будут иметь все хосты в одной локальной сети. То есть если вы организуете локальную сеть в классе, например, да, мы взяли, поставили кучу компьютеров. Чтобы эти компьютеры могли связываться друг с другом, выходить в интернет, им нужно раздать IP-адреса. Какие IP-адреса используют обычные? Ну, там есть понятие приватные, публичные адреса. Не было у вас этого на лекции? Было, да? Ну, отлично. Соответственно, вы должны для начала, чтобы локальную сеть построить в этом классе, понять, сколько вам нужно IP-адресов. То есть вот сидит здесь там 100 человек, хватит нам 100 адресов. Сидело бы тысяча, нужно тысячу адресов. Исходя из количества, потенциального количества клиентов, выбирается маска сети. То есть в рамках одной локальной сети все будут общаться каким образом? То есть с помощью ARPA будут находить MAC-адреса друг к другу, и в пределах Ethernet общение будет локализовано в этой локальной сети. То есть вы не будете выходить в интернет для того, чтобы общаться между собой в одной локальной сети, если у вас одна и та же сеть. То есть фишка именно в том, чтобы наладить общение в пределах локального сегмента без использования внешнего мира. Так называемый default gateway. Поэтому на одном компьютере мы делаем адрес 10.0.1, в другом 10.0.2, на третьем 10.0.3. Ну и маску выбираем в зависимости того, какое количество устройств нам нужно. Допустим, маска 24 предполагает, что у нас до 250 устройств может быть. Правильно? Поэтому в 10.0.1, когда захочет пропинговать 10.0.2, что он будет делать? Он первым делом в компьютер смотрит, находится ли destination IP в той же сети, что и он сам. То есть он смотрит, у меня 10.0.0.1, маска 24, то есть 24 бита, 10.0.0, ну там бинарно нужно преобразовать. А куда я пингую-то? 10.0.0.2, то есть у него 24 бит, такие же, как у меня. Значит, мы с ним в одной локальной сети. А если мы с ним в одной локальной сети, то я просто посылаю ARP-запрос. Эй, 10.0.0.2, скажи, какой у тебя мак? В ARP-ответе приходит его мак, и я формирую заголовок второго уровня. Source маком ставлю свой, destination маком ставлю тот, который ко мне пришел в ответе. Source IP свой, destination IP его. Вот так работает в локальной сети устройств. Но если я напишу ping 20.0.0.0, 20.0.1, там все что угодно, то опять мой компьютер сначала смотрит. Я нахожу в сети 10.0.0.0 с маской 24. То есть первые 24 бита должны быть такие же, как у меня. А пинг идет на 20.0, то есть не такой, как у меня. В этом случае что нужно делать? Найти в нашей локальной сети шлюз по умолчанию. Он должен быть в одной самой сети, например, там 10.0.254. Поэтому я ARP запрос на 254, узнаю его мак. Source маком свой, destination маком, destination gateway, source IP свой, destination IP 20.0.1. И полетела destination. То есть вот эта маска, она нужна для того, чтобы понять, ну что, грубо говоря, это улица, да? А хосты это дома на этой улице. Вот так и здесь. Slash 24 означает, что первые 24 бита у тех сетей, которые имеют первые 24 бита, такие же, у тех пакетов, которые имеют первые 24 бита, такие же, их путь должен быть вот сюда. Сейчас рассматриваем пример без НАТО. Да, мы рассматриваем пример без НАТО. Совершенно верно. Получается так, что вот это более мелкая сеть, это крупнее, но это в нее включено, а это еще крупнее, но это в нее включено. Если приходит вот такой запрос, где есть 0.0, она в каком-то везде? По идее, да, можно и сюда, и сюда, и сюда. Но это не так. Ну, теоретически это могло бы быть так, потому что действительно этот адрес подходит и сюда, и сюда, и сюда. Но появление вот такого набора маршрутов в таблице муштизации возможно в ситуации, когда произведена где-то, ну, так называемая суммаризация. Вот, например, в каком-то филиале используется локальная сеть бухгалтерии, отдел кадров, отдел продаж и так далее. И в каждом этом подразделении дали бухгалтерию 10.0.0, отделу кадров 10.0.1, производственному отделу 10.0.2. И все это в одном подразделении. Дальше есть канал, связывающий вот это подразделение с центральным офисом. Возникает вопрос, мы должны центральным офисом рассказать обо всех трех маршрутов 10.0.0, 10.0.1, 10.0.2, может быть, их там 10.0.3, 4.5 и так далее. Или я могу все эти там десятки, может быть, даже сотни маршрутов передать в виде одного более крупного. То есть я могу сказать 10.0 у меня, а то, что там есть там 1.2.3, я сам тут разберусь, то есть сюда сошли. Поэтому вот это называется суммаризацией, когда мы из нескольких более мелких маршрутов делаем один более крупный. Это позволяет экономить память тому соседу. То есть мы ему отдадим один маршрут, а не тысячу, не сотню. Но при этом адресация в ваших сетях должна быть такая, что она должна позволять эту суммаризацию. То есть в первом филиале мы используем 10.0, во втором филиале 10.1, в третьем 10.2, 10.3. У нас 100 филиалов, в центральном офисе 100 маршрутов. Но так как в каждом филиале еще по 100 сетей, у нас могло бы быть 10 тысяч маршрутов. То есть в этом экономия. Экономия ресурсов, протоколов муштизации. Поэтому тот факт, что у нас появилось вот три маршрута, как бы перекрывающие частично друг друга, это не результат того, что за этим интерфейсом находится сеть на 2 миллиона устройств. Хотя такое теоретически тоже можно. Если бы мы хотели сделать сеть масштаба города, и все, L2, вот такая бы, наверное, покрыла бы эта сеть. Но это было бы неэффективно, потому что там бродкасты были бы сумасшедшие. То есть это результат суммаризации, что где-то что-то проагрегировали. И вот это может вполне быть в таблице муштизации вашего муштизатора, он должен с этим разбираться. И для того, чтобы не было так, как мы предположили, что он должен кинуть пакеты туда и туда и туда, работает механизм по наибольшему совпадению. Работает он следующим образом. Считаем, что у нас все маршруты отсортированы в порядке убывания этой маски, то есть вверху там 32-е, потом 31-е и так далее. Ну и для пришедшего IP-пакета мы производим бинарное умножение на маску. Сначала верхнего маршрута, потом следующего, следующего. То есть если мы возьмем первый маршрут нашей таблицы муштизации, маска 24-я, произведем бинарное умножение 10-0-0-0 на маску 2-5-5, 2-5-5, 2-5-5-0. Бинарное там, знаете, да, там 0-0-0, 0-1-0, там 1-1-1. Результатом что будет? 10-0-0-0. Потому что здесь у нас в маске было бы 0. Ну давайте там, да. 2-5-5, 2-5-5, 2-5-5-0. Бинарное умножение логическое И получит 10-0-0-0-0. И если результат бинарного умножения совпал с адресом сети, откуда мы взяли маску, значит это тот путь, куда нам нужно идти. То есть сюда. Если пришел пакет с адресом 10-0-1-1, опять начинаем тот же самый процесс. Берем маску 24-ю, производим бинарное умножение, получаем в результате 10-0-1-0. не совпадает с адресом сети наше бинарное умножение. Значит двигаемся к другому адресу. А здесь маска 16-я, то есть 2-5-5-2-5-5-0-0. Бинарное умножение нам что даст? 10-0-0-0-0. Значит этот пакет с адресом 10-0-1-1 нужно отправлять сюда. И он уйдет в фаст 0. Как только нашли, дальше уже идем совершенно верно. До первого совпадения. Ну и понятно, что по аналогии, если у нас будет адрес destination IP 10-1-1-1, умножаем на восьмую маску, то есть здесь появляется, ну там, на эту умножаем получается 10-1-1-0, не совпали. На эту маску умножим, получится 10-1-0-0, опять не совпали. А на восьмую руку умножим, получится 10-0-0, маршрут совпал, пойдем в этот интерфейс. Это алгоритм по наибольшему совпадению, который работает в мире IP. И вот здесь продемонстрирована как раз примерно эта схема. То есть у нас есть, видите, маршруты с разными масками, в том числе есть маршрут 128-9-16 с маской 21, 128-9-172 с маской 21, то есть 21 бит значимый. А пакет пришел по адресу 128-9-16-14. Что делает система? Берет соответствующую маску, берет, как я сказал, бинарное умножение, ну здесь разложили в бинарном виде 128-9-16, 128-9-172, и мы видим, что наш IP-адрес подходит под какую? Вот под эту запись. И, соответственно, дальше мы по таблице муштизации смотрим, куда вот эту сеть направляет наш трафик, в какой исходящий интерфейс именно туда будет отправляться этот пакет. То есть, как видите, алгоритм здесь гораздо сложнее, чем в случае с MAC-адресами и с хэшом, которые мы там видели. Как это можно реализовать? Ну, можно реализовать, например, с помощью бинарного дерева. Представим, что у нас есть маршруты, но это в битах. И относительно вот этого бинарного дерева, если в маршруте 0, то мы двигаемся влево, если в маршруте 1, то мы двигаемся вправо. Ну и получается, маршрут А как получается? 0, 0, 0, то есть влево, 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 влево и вправо. Это вот сюда. Маршрут Б 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, ну и так далее. Ну, это в бинарном виде, это мы разложили с вами тут всего ничего, 8 бит вот здесь, да, в адресе IP32 бита. Если бы таким образом анализировались маршруты, то получалось бы, что для каждого пакета, чтобы найти, куда его отправить, ну, нужно до 32 сравнений произвести. То есть это, естественно, неэффективно. То есть со скоростью там терабит анализировать для каждого пакета, делать 32 операции непрактично. Поэтому, чтобы решить эту проблему, придумали механизм с так называемой троичной памятью. То есть вот в обычной памяти мы можем сравнивать значения, находящиеся в памяти, с тем, которые мы хотели бы сравнить, сравнить, грубо говоря, с маршрутом, находящимся в памяти, с IP-адресом пакета пришедшего. Ну и в обычной памяти мы лишь можем каждый бит сравнивать один по-другому, да, 0, 0, 1, и тут 1, тут 0, и тут 0. Но в адресах сети есть понятие значимые и незначимые биты. Вот здесь, например, мы анализировали только первые 24 бита, а в этом случае нам нужно анализировать только первые 16. Организовать такое сравнение, ну, как мы уже сказали, в бинарном деле достаточно сложно, и поэтому придумали троичную память Ternerly Content Addressable Memory. Троично ее называют потому, что в каждом битовом значении вы можете определять либо наличие нуля, либо наличие леденницы, либо наличие все равно чего. То есть фактически эта память допускает в одном битовом месте три варианта. Либо 0, либо 1, либо все равно что. Таким образом, мы можем какие-то биты игнорировать. Фактически появляется понятие как бы маски. И вот эта запись означает, что мы хотим, чтобы у нас в первых 5 битах были ровно эти значения, маска показывает, какие значения значимы. А вот здесь, в следующих 3 битах, нам все равно, что иксы стоят или звездочки. То есть может быть 0, может быть 1, без разницы. Прелесть этой памяти не только в том, что она допускает такое маскирование, что хорошо ложится на анализ таблицы муштизации, но еще то, что она позволяет практически за минимальное количество циклов, чуть ли не за один, просматривать всю таблицу ТК. Очень удачное изобретение, активно используемое в современных телекоммуникационных сетях, но имеющее существенный недостаток. Она очень энергоемка и она очень дорогая. Поэтому сделать такие таблицы со сотнями тысяч записей можно, но это очень дорого. Ну вот такой вариант существует. Итак, и наши коммутаторы, и муштизаторы выполняют одно и то же действие. Они сравнивают некие записи в своих таблицах и отправляют эти пакеты в нужном направлении. Итак, две базовые операции, поиск адреса, подправка в соответствующий интерфейс. Все это мы с вами рассмотрели. Теперь давайте пробежимся по вариантам буферов. Вариант, который мы с вами уже рассматривали. Пришло три пакета, два из них идут в одну сторону, один в другую. Понятно, что по одному пакету мы можем обработать сразу, но вот здесь один ляжет в буфер. Что если этих пакетов много и фактически нам нужно будет допустим в этот интерфейс пакеты придут сразу со всех интерфейсов. Нам нужно иметь вот здесь матрицу коммутации, которая будет работать в разы быстрее, чем скорость исходящего интерфейса. Нам нужно за один допустим такт выбрать и здесь, и здесь, и здесь пакеты и отправить в один тот же буфер. То есть скорость работы этого буфера должна быть в разы больше, чем допустим скорость этого интерфейса. Это существенное требование к оборудованию. То есть это должна быть какая-то быстрая память, очень быстрый буфер, обеспечивая быструю коммутацию. В качестве решения этой проблемы было предложено перемещение вот этого буфера не на выход, а на вход. В результате мы что добираемся? Вот пришли пакеты, два из них мы обработали сразу, один из них лег в буфер и за следующий такт вот эта матрица коммутации может уже из этого буфера пакет забрать и отправить наружу. Получается требование к высокоскоростному доступу, высокоскоростного доступа к буферу исходящего интерфейса пропадает. То есть мы снизили требование к железу по скорости обращения к скорости работы интерфейса. Если это был R, значит к R. В то время как в предыдущем примере у нас N раз по R. N количество входящих потенциально пакетов. А как один мутатор знает, что мутатор не даже отправляет? Ну для этого есть вот эта интеллектуальная матрица коммутации, то есть так называемая свитч-фабрика. Вообще если погружаться в детали реализации коммутации внутри пакетов, то есть несколько сценариев. Есть вариант в называемой общей шины в некоторых устройствах. В этом случае пакеты из входящих интерфейсов как бы конвейером друг за дружкой двигаются по некой общей шине, а к этой общей шине подключены все порты. Каждый вылавливает. То есть эти пакеты маркируются номером исходящего интерфейса и в момент когда они движутся сами интерфейсы выбирают с этой общей шины нужный им пакет и забирают как бы с конвейера. Да, то есть фактически некая локальная сеть одна вот здесь на всех и пакеты поступают, все это слышат, каждый забирает свое. То есть вот такая есть реализация. Есть реализация свитч-фабрики. В этом случае это матрица коммутации полносвязанная всех со всеми и фактически в момент когда мы получили пакет отсюда сюда идет некий сигнал соедини вот этот входящий интерфейс с этим исходящим. Там временное соединение проложилось пакет пролетел. Ну это внутри устройства. Это внутренность одного коммутатора с несколькими интерфейсами. Вот что мы рассматриваем. Поэтому в один момент времени мы можем замкнуть вот этот вход на этот выход. никто не мешает тем же временем вот этот вход на вот этот выход. Но с двух разных входов на один выход неудобно. Хотя это тоже возможно. Ну и часто на практике реализуется микс. Во-первых вот эта матрица коммутации обычно работает на скорости в разы больше, чем скорость интерфейсов. Обычно в три раза. Плюс есть буфера. Причем мы с буферами с вами разбираемся. То есть в случае если буфер на выходе, то у нас проблема с тем, что мы должны быстро успевать из всех очередей входящих выкачивать пакеты и помещать некий буфер исходящий с частотой в разы больше, чем скорость работы интерфейса. Ну вплоть до там n раз. Если n входящих интерфейсов и все они могут в один тот же исходящий порт отправить пакеты, значит в n раз больше должна быть скорость доступа вот здесь. Чтобы это ограничение снять, было предложено, как я уже говорил, переместить буфер с выхода на вход. Вот мы буферы на вход перемещаем. В этом случае пакеты приходят, матрица коммутации отрабатывает нужное, которое может сразу. Тот, который задержался, во входящей очереди задержался, на следующем такте мы этот пакет отправим. И требование высокоскоростной матрицы коммутации и наличие высокоскоростного буфера уже снижается, уменьшается или вообще снимается, в зависимости от архитектуры. Но у этого решения есть свои минусы, то есть может вот так получиться. То есть могли прийти первыми пакеты на один и тот же интерфейс, за один момент времени мы его конечно один обработаем, но мы могли бы за этот же интервал времени например вот этот зеленый сюда отправить. А нет. У нас тут блокировка на входе так называемая произошла. Вот чтобы решить эту проблему входящие очереди в свою очередь разбивают на несколько собственно по количеству исходящих интерфейсов. Это позволяет расставлять пакеты в нужные под очереди и уже дальше из под очереди отправлять трафик наружу в нужном порядке. Оптимальное с точки зрения эффективности использования сходящего интерфейса является пакетной буферизации на выходе, но при этом требования, о которых мы сами уже говорили, возникают. Буферизации на входе мы получаем вот такую, то есть недоиспользованный канал, примерно на 58%. Ну и наконец вариант с виртуальными входящими очередями, когда несколько очередей, вот этот вариант, он позволяет достичь некой золотой середины, то есть вот эта кривая, она практически начинает совпадать с оптимальным вариантом с буфером на выходе, позволяет нужным образом утилизировать пропускную способность нашего канала и, в общем-то, не предъявлять высоких требований скорости работы. Ну, собственно, в реальной жизни светофоры это и есть та самая буферизация, да, виртуальная в реальной жизни. Итак, мы посмотрели на то, как работает пакетный коммутатор, мы посмотрели на варианты с буферизацией на входе, на выходе и, собственно, с виртуальной буферизацией на входе. А вот эти вот очереди внутри одного интерфейса по пакету случайно возможно? Нет, там фактически выделяются некие флуы, они там формируются по исходящим интерфейсам, то есть вот этих виртуальных очередей на входе должно быть столько, сколько исходящих интерфейсов в идеале. Да, все, которые в первый интерфейс, они в одну, которые во вторую, во вторую, третью, в третью, и в конце концов потом уже свитчфабрика это все разгребает, отправляет в нужное направление. Алгоритм обработки очередей. Ну, если у нас фифошная очередь, в результате мы что получаем? Все пакеты в нее и в ней толпятся. Если среди этих пакетов есть как важные, так и неважные, им либо везет, либо не везет, в зависимости от того, в каком порядке они пришли. Соответственно, обеспечить в такой очереди приоритизацию не удается. Задержка в этой очереди будет меньше равна буфера, деленная на скорость обработки этой очереди, что понятно, да? это задержка, которая дается фифошная очередь. Что делать, если мы хотим как-то гарантировать какому-то из видов трафика, например, голосовому полосу пропускания? Есть возможность разбить очереди на две, допустим, приоритетные и менее приоритетные. Далее из этих очередей трафик будет отправляться наружу со скоростью R, но уже в зависимости от алгоритма, который мы туда заложим. Алгоритм так называемый priority queuing предполагает, что мы обрабатываем приоритетную очередь, пока там есть хоть что-нибудь. Как только там ничего не осталось, значит, мы переходим к менее приоритетной. Минус понятен, мы можем увлечься обработкой приоритетной очереди, второй очереди вообще ничего не достанется. Более правильный вариант это развесовка, когда мы разным очередям навешиваем разные веса, и это позволяет нам в соответствующей пропорции обрабатывать очереди, например, два к одному. Сами эти веса могут быть попакетные, могут быть побайтные, соответственно, мы можем два пакета отсюда, один пакет отсюда, но, как вы понимаете, это решение имеет свои недостатки. Пакеты могут быть разного размера, и может так получиться, что мы здесь два маленьких, а здесь один большой, и получится, что полосу пропускания на самом деле больше занимает именно нижний, потому что у него большие пакеты. Поэтому логично эти веса делать не в пакетах, а в байтах, например, или в битах. Ну, и это уже алгоритм взвешенных очередей. веса мы распределяем по нашим очередям. Дальше мы можем оценить скорость обработки каждой очереди по следующей формуле. Ну, понятно, что это сумма всех весов, вес этой очереди делена на сумму всех весов, умножена на скорость и будет скорость обработки конкретной очереди этой. Останется там проблема в реализации всего лишь. То есть нам нужно брать просто из каждой очереди по необходимому количеству бит отправлять наружу не получится. Кто потом это склеивать будет? То есть мы не можем взять там часть пакета отправить, потом часть другого отправить, кто их потом склеит. Поэтому нам нужно выбирать из очереди вообще говоря как минимум пакет. Если мы будем делать пакет, мы опять возвращаемся к предыдущей проблеме. поэтому был придуман некий математический алгоритм, некая представлять виртуальная очередь, куда мы начинаем складывать наши битики и байтики из каждой очереди. И как только мы наберем необходимое количество бит до того, чтобы подготовили пакет, в этот момент этот пакет начинает отправку. то есть допустим здесь лежит пакет на 100 байт и здесь на 100 байт, а веса 1 к 2. Мы начинаем за один цикл 1 бит отсюда взяли 2 отсюда. Не там не там пакет не наступил. Еще 1 байт отсюда 2 отсюда. Через 50 циклов здесь мы уже 100 байт взяли и пакет закончился. А здесь только 50 байт взяли еще и 50 в очереди. мы этот пакет уже готовим к отправке, а этот подождет еще 50 циклов, потом к нему вернемся. То есть по сути все это приводит к необходимости рассчитать расчеты того времени, в какой момент мы начнем обслуживать пакеты и столь иной очереди. И расчет математически по данной формуле может быть представлен. То есть скорость обслуживания одной очереди, конкретной и той очереди мы с вами уже рассмотрели. Она равна VE деленная на сумму весов умноженная на скорость. Соответственно, если длину пакета умножить, ну вернее разделить на эту скорость, мы получим время, которое потребуется на обработку со скоростью R1, со скоростью обработки этой очереди данного пакета. далее считают так называемый финиш тайм, который равен финиш тайм предыдущего пакета, если он был, либо 0, если он первый пакет в очереди, плюс вот это время, рассчитываем по форму длина пакета, умноженное на скорость обработки, деленное на скорость обработки этой очереди. Если посчитать для каждого пакета в каждой из этих очередей соответствующее значение финиш тайма, мы поймем в какой момент, из какой очереди вытаскивать пакет и отправлять его наружу. Идея понятна? Важный вопрос. Вот есть несколько способов, это зависит от реализации в конкретном железе. Значит, оптимальный, конечно, это вариант, когда вы сами могли бы это делать вручную по каким-то критериям. И теория гласит, что в обычной сети, обычно корпоративной сети, больше чем 10 классов обслуживания не нужно. То есть нужно для голоса, для видео, для протоколов муштизации, данных разных приоритетов. Но если это все посчитать, получается, что больше 10 не нужно. Поэтому больше 10 очередей не нужно. Дальше самый важный момент, как это классифицировать. Для этого используются разные механизмы, например, с помощью аксес-листов. Мы знаем, что голос имеет такой параметр, видео такой параметр. Можно аксес-листами, можно технологии типа N-Bar, Network-based Application, то есть есть специальный движок, который анализирует трафик и говорит, о, это голос, о, это видео, о, это FTP, о, это данные. И это уже может стать критерием для разбрасывания пакетов по вот этим очередям. А дальше вы просто между очередями веса развешиваете. Более простой вариант – это маркировка. Вы заголовок IP проходили, там есть поле DCP, есть поле TOS, в нем либо Presence, либо DCP. Соответственно, один из простейших критериев – раскидывать по очередям по этой маркировке. То есть будет сколько у вас разных маркеров, столько разных очередей. А дальше между очередями уже соответствующие веса распределили и все. Такие механизмы существуют. Итак, механизм в этот FireCueing, о котором мы сейчас с вами говорили, позволяет при наличии соответствующих весов передавать трафик в нужном порядке в восходящий интерфейс с учетом этих весов. Ну и вернемся к нашему примеру расчета N2N-задержки. Вот здесь у нас формула знакомая вам, то есть мы учитываем размеры пакетов, длинные линии, учитываем очереди, но хотелось бы, чтобы все-таки эти очереди хотя бы как-то сверху можно было ограничить. То есть эти задержки, которые мы получаем в очередях, это та самая неопределенность, которая не дает нам возможности сказать, что вот этот пакет точно за такое-то время доберется до пункта назначения. Значит, распределение по подочередям и отправка из каждой подочереди со скоростью R позволяет нам понять, что если мы данный пакет в нужную очередь поместим, с какой скоростью он будет обработан. Ну, осталось лишь добиться того, чтобы эта очередь не переполнялась и далее, зная скорость обработки очереди, мы можем оценить задержку, которую получит пакет, максимальную задержку, которую получит пакет в этой очереди. То есть, зная R, зная длину очереди, можем оценить задержку, и так на каждом хопе. Осталось добиться того, чтобы очереди не переполнялись. Это даст нам возможность оценить end-to-end delay, по крайней мере, сверху. то есть приходит трафик за временной интервал T большое в объеме A, функция приходящего трафика, T плюс T большое минус A, T. Объем этих полученных данных должен быть меньше или равен размеру буфера, куда может складываться эта информация, и объем трафика, который за этот временной интервал T большой, мог быть обработан. Если вдруг эта разница станет больше, то у нас переполнение буфера и потеря трафика. То есть, это необходимые условия для того, чтобы мы трафик не теряли. То есть, вот к нам приходит трафик, красным, как обычно показано, как мы отправляем трафик, нам нужно добиться, чтобы ничего не было сброшено. Значит, вот эта величина, помните, буфер, он не должен быть переполнен. Предлагается внести некое ограничение, то есть, сигма в данном случае, это величина, которая должна быть больше или равна, вернее, буфер должен быть больше равен сигмы, и если наша кривая, определяющая приход трафика, не будет подниматься выше этой сигмы, это нам обеспечит отсутствие сбросов в буфере. И тогда мы к этому значению буфер плюс скорость обработки трафика за временной интервал t, будем успевать разгребать этот буфер, он может наполниться, но не переполнится. Добиться вот такого ограничения можно, если мы при отправке трафика в сеть будем его более-менее равномерно отдавать. Тогда мы можем оценить задержку, вот этот дельта t, и можем оценить буфер, то есть буфер должен быть больше и равен этой сигмы ограничителя, скорость должна быть больше и равна ρ, то есть это угол наклона этого ограничителя, скорость, с которой этот буфер будет опустошаться или не должен переполняться, ну и тогда задержка будет в пределах предсказуемого значения. Добиться того, чтобы у нас буфер не переполнялся, можно с помощью технологии так называемого текущего ведра, то есть представляется некая абстракция, некое ведро, куда равномерно через некий интервал времени поступают жетоны, жетоны это право на отправку одной единицы данных, одного бита или одного байта. Ну и далее мы определяем исходящую скорость, то есть вот сюда наливается трафик может с какими-то всплесками, но из этого ведра, грубо говоря, жетоны могут быть использованы равномерно, ну и получается это некая технология, которая позволяет уберечься нам от всплесков. Вот там жетонами наполнили, дальше приходит трафик и уходит равномерно. При наличии этого механизма мы обеспечиваем непереполнение буферов в нашей сети, потому что трафик на выходе из этого текущего ведра позволяет нам регламентировать равномерный уход пакетов. Если обозначить максимальную скорость на входе M большое, интервал времени, за которым мы смотрим на эту картину S большое, то для того, чтобы наш буфер не переполнился, должно выполняться от этого равенство. То есть за это время придет какой-то объем информации, и он не должен быть больше, чем размер буфера плюс скорость обработки нашего трафика за этот же интервал времени. Получится такая картина, мы выделили некий буфер, он может со скоростью 25 мегабит заполниться за 40 миллисекунд, и весь буфер будет заполнен. Он может равномерно заполняться скоростью 2 мегабита. То есть полученная информация, если в текущее ведро сразу упало столько информации, а дальше скорость рассасывания этого текущего ведра будет в районе 2 мегабит, то за 500 миллисекунд эта информация будет передана. То есть накопили мы ее в буфере за 40 миллисекунд со скоростью 25 мегабит в секунду, а отправили со скоростью 2 мегабит в секунду за 500 миллисекунд весь этот объем. Ну и дальше аналогично, может быть кратковременный всплеск, может быть со скоростью 10 мегабит в течение 60 миллисекунд приходила информация, а дальше мы это будем уже в течение 200 или больше миллисекунд со скоростью 2 мегабита отправлять. То есть по сути это демонстрация к тому, что приходить трафик в этот буфер, в наше текущее ведро может всплесками, но дальше уходить с той скоростью, которую мы регламентируем. Ну и тогда при таких условиях можно будет предсказать максимальную задержку, которая может получить при движении через нашу сеть пакет. Например, в данной сети, если мы хотим решить задачу следующего рода, со скоростью 10 мегабит секунды из пункта А в пункт Б движется трафик, хотим понять, что нужно сделать на промежуточных муштизаторах, какого размера буфера нужно использовать на промежуточных муштизаторах, чтобы задержка не была больше, чем 5 миллисекунд на пакетах размером 1 байт. Для начала считаем помните по формуле сколько времени потратим на пакетизацию с соответствующими скоростями гигабит, 100 мегабит, сколько времени потратим на пропаджейшн дилей, то есть на распространение сигнала длину линии, деленное на 70% скорости света помните 2,8, ну и в результате получим вот такую задержку на время распространения и на пакетизацию. Значит отнимаем от 5 миллисекунд полученное значение, остается 4,304. Предположим между двумя муштизаторами поровну разделяем задержку по вот столько миллисекунд допустимо каждому из них. Ну это позволяет нам оценить размер буфера. При скорости 10 мегабит за вот такой интервал времени может накопиться вот столько байт. Соответственно если мы такого размера буферы будем использовать в очередях на этих муштизаторах а также в клики бакет такого же размера то это нам обеспечит что очереди переполняться не будут и как следствие задержки не будут end-to-end превышать 5 миллисекунд. То есть вот такая технология теоретически может быть использована для предсказания нтн задержки в нашей сети но к сожалению на практике это неприменимо потому что фактически это позволяет требовать чтобы каждый такой поток ложился в отдельную очередь на всех промежуточных устройствах понятно что в мире интернет это вообще нереально теоретически возможно где-то в пределах одной локальной компании но менять размер буферов под каждый входящий поток соответствующими характеристиками есть технология RSVP которая это делает но она делает даже не так она делает гораздо хуже она просто в отдельную очередь этот трафик складывать будет но она не умеет менять размер буфера определять параметры работы весов этих очередей то есть такого инструмента пока нет но было бы наверное интересен если решение подобной задачи было критично для нашей сети задача была продемонстрировать возможность теоретическую возможность оценки и даже регулирование end-to-end delay собственно используя приведенную технику мы можем дадиться нужного результата до сих пор до сих пор Продолжение следует...